Питон против козы. Змея последняя, о чем думает эта коза. А если она не будет осторожна, то это будет последним, что коза увидит перед тем, как попасть в козий рай. Эта змея медленно скользит к козе, она готовит засаду. Вы можете видеть, насколько огромна змея, пока она приближается к козе. Не уверен, заметила ли хищницу сама коза, но рогатая все еще стоит на том же месте. Змея приблизилась и начала душить животное. Коза отчаянно пытается убежать, но сила на стороне змеи. Это просто вопрос времени, когда коза перестанет дышать. К счастью, эта женщина знает, как обращаться с огромными змеями, и она с помощью маленького мальчика может распутать клубок и убрать змею, и помочь козе, тем самым спасая ее жизнь. На этот раз еще одна змея подкралась к козленку. Вы можете увидеть змею, обвивающую малыша, и это выглядит так, как будто они обнялись и собираются смотреть кино. Почему-то змея не убивает козленка. Вот прибежал мужчина, он убирает змею и спасает малыша. Удивительно, люди в этой части мира хватают огромных змей, будто обычных хомяков. Эта змея вытаскивает из леса козу и начинает ее глотать. Коза уже мертва, скорее всего убита змеей. Посмотри, какой длины эта хищница. Смотрите дальше и вы узнаете, кто победит в схватке между питоном и королевской коброй. Анаконды. У этих людей есть анаконда, и пришло время покормить змею. В сегодняшнем меню хищницы пара больших сомов, плавающих в бассейне в ожидании того, что их съедят. Думаю, люди очень скоро выпустят огромную змею. Анаконды убивают и поедают свою добычу одним способом. Они душат жертву, а затем глотают целиком. Зеленая анаконда известна как самая тяжелая змея в мире. Она может вырастать до 7,5 метров в длину и весить более 150 килограмм. Анаконды почти все время проводят в воде или возле водоемов. В воде им проще передвигаться. Эта змея, которая сливается с водой, полная растений. Обычно ждет, когда к ней подойдет добыча. У нее есть глаза и ноздри на макушке, поэтому анаконда может почти полностью погружаться в воду, находясь в засаде. Капибара, самый крупный грызун в мире, который может весить больше 50 килограммов, делит эту затопленную равнину вместе с анакондой. Поскольку водные растения составляют большую часть рациона капибар, они проводят много времени возле воды. Место идеальной охоты для анаконды, которая может незаметно выслеживать добычу под водой, на долгое время высовывая голову и оценивая расстояние до жертвы. Анаконда сидит в воде и ждет. Она выпрыгивает из воды, обиваясь вокруг огромного грызуна с шестью рядами клыков, но спасения нет. Анаконды не используют яд, чтобы убить свою добычу, они ее просто душат. Эти хищницы перекрывают кровоток к сердцу своей жертвы, вызывая остановку сердца. Эта змея начинает глотать свою добычу целиком, начиная с ног, как только сердце перестает биться. Змеям удается широко открыть рот, потому что у них эластичные связки рта и подвижные суставы. Анаконда отдыхает в водоеме, готова устроить засаду на все, что может показаться аппетитным или достойным того, чтобы стать ее обедом. Вокруг ходят несколько птиц, но разве их в качестве добычи видит анаконда? Мимо проплывает кайман, не подозревая о присутствии змеи. Кайман выходит из воды, он довольно большой. Рептилия замечает анаконду и смотрит на нее, но все же решает идти дальше. Здесь анаконде ничего не светит, и змея тоже уходит. Змея против лягушки Эта змея только что поймала леопардовую лягушку и пытается ее съесть. А лягушка, наверное, пытается сообразить, как же ей удрать изо рта хищницы. Но у земноводной это не получается. Змея заглатывает ее все больше и больше. Время идет, и вот змея заглотила лягушку целиком. Это красная водная змея на охоте. Она видит добычу, лягушевидную жабу. Змея подползает к жабе, но та без раздумий прыгает в воздух. Но охота на этом не закончена. Змея снова нападает, но промахивается. Жаба очень ловкая. Змея пробует напасть на нее снова, но земноводная скрывается в воде. Думаю, это не самое лучшее укрытие, особенно если тебя хочет съесть водная лягушка. Но я не так уж хорошо разбираюсь в этой теме. После многократных попыток змея наконец-то хватает лягушку и завтракает ей. Эта водная змея хватает лягушку, но та не сдается и яростно сражается, чтобы освободиться. Змее приходится нелегко, но в конце концов ей удается целиком заглотить свою добычу. Эта змея хватает лягушку, и та не оказывает сильного сопротивления. Это медленная смерть для жабы. Наконец-то она начинает пробовать вырваться, но уже поздно. Змея против птицы Эта маленькая птичка решила провести весеннюю уборку, но вот к ней подползла змея. Хищница сделала свою весеннюю уборку, поймала птицу и проглотила ее. Эта огромная анаконда заползла на куриный двор. Когда птицы видят хищницу, то приходят в ужас. Одна из птиц становится жертвой змеи. Такой большой змее легко убить такую маленькую курочку. Эту змею зовут иранская паукохвостая гадюка. Все потому, что ее хвост напоминает паука. Змея, которая живет в западном Иране, использует хвост для защиты и охоты. Хвост похож на ползающего паука. С его помощью гадюка заманивает свою добычу. А эта габонская гадюка непривередлива в том, что касается еды. Она съест все, от мыши до птицы. Молодой антилопы и обезьяны. Для нее нет никакой разницы. От гадюки не убежать. Как только в поле ее зрения попадает добыча, все, жертва обречена. Прыжок гадюки не самый быстрый в мире змей, но все равно он впечатляет. Гадюка прыгает со скоростью 6 метров в секунду. Птица ошеломлена нападением и сложный ядовитый коктейль заполняет ее тело. Змея ждет, пока ее жертва умрет. Через 10 минут все кончено. Змея против крыс. Крыса не понимает, что она в смертельной опасности и продолжает, как ни в чем не бывало, ползти рядом со змеей, даже наступает на нее. А хищница все это время ждет, когда можно будет напасть. Скоро, очень скоро этот момент наступит. Вот змея нападает на крысу. Она выбрала идеальный момент. Как только яд подействовал, змея тут же слопала беднягу. А этой змее дали ужин, не понимая людей, которым нравится смотреть за тем, как змеи едят грызунов, заглатывая их целиком. У некоторых очень странное хобби. Как только яд начинает действовать, у крысы начинаются судороги. Змея ждет, когда она сможет начать кушать. Питон против летучей мыши. Редко когда можно увидеть, как змея ест летучую мышь. Но этот питон непривередлив и ест все, что ему дают. Но стоит отметить, что летучая мышь в этом видео пытается от него сбежать и даже кусает питона. Вот это поворот событий. Поразительно. Хотите верьте, хотите нет, но мыши удается сбросить змею и сбежать от нее. Еще больше удивляет то, что змея уступает победу мыши и уползает с поля поражения. Бедная зверюшка вымотана, у нее едва хватает сил на то, чтобы уползти от змеи. Змея против змеи. Эта кобра сражается с питоном и пытается его съесть. А разве не должно быть по-другому? Этих двух змей пытаются натравить друг на друга, но хищникам кажется такая схватка неинтересна. Почему эти люди заставляют этих животных нападать друг на друга? Вот голодная анаконда нападает на другую змею и заглатывает ее. Анаконда проглатывает свою жертву точно так же, как проглотила бы другую жертву. Змею, наверное, легко проглотить, потому что она тонкая и длинная. Эта змея атакует другую змею и кусает ее за шею. Вторая змея пытается задушить первую, но это не очень хорошо ей удается. Эти две змеи встретились и начали драться. Причем зачинщицей была большая черная змея. Кажется, у нее преимущество – она кусает и съедает белую змею. Королевская кобра Две самые большие рептилии в мире – это королевская кобра и питон. Между ними есть различия. Питон – не ядовитый удав, а королевская кобра известна своим ядом. Кроме того, обычно питоны больше, длиннее и им удается лучше маскироваться. Зато королевские кобры более проворные. На этом видео, судя по всему, королевская кобра выиграла схватку и начала кушать питона. Вы удивлены? Если да, напишите об этом в комментариях, на кого вы ставили. С вами, как всегда, был профессор Гуглов. Не забывайте подписаться на канал, поставить большущий палец вверх, ну и, конечно, смотреть другое мое видео.